Друзья, приветствую! Посылка из Оренбурга, но сами образцы приехали из Казахстана. Оренбург как бы ближайшее место, откуда можно отправить по России. Сейчас я покажу вам. Вот баночки. Так, масло это у нас Nissan Motor Oil. Синтетическая технология 530 C4 масло, малозольное. Так, значит, описание. Это X-Trail 2019 года с двухлитровым бензиновым мотором и две пробы из него на три с половиной и четыре тысячи семьсот километров. Преимущественно городская эксплуатация, невысокая средняя скорость. Так, значит, вот образцы вот этих. Кстати, тара это самое лучшее для для образцов преформы. Пэт называется. Кстати, на авито продаются. Недорогие и герметичные, не проливаются никогда. Так, значит, три образца масла Nissan и два там свежего попросил владелец проверить. Когда-то давно у меня было такое масло, я проверял, но, честно говоря, сравнил и не совсем совпало. Я думаю, что изменения есть в рецептуре, поэтому я сейчас по новой создам. Эталон вот такая спектрограмма. Видно, что эстеровый есть пик. Примерно, я думаю, что в районе трех процентов эстеров. Далее, сейчас посмотрим, что намерит прибор. Подкорректирую. Так, выбираем позиции, лимиты. Ну и смотрите, противоизносный присадок 57. Ну, в общем-то, вполне вероятно, учитывая то, что это малозольник. Здесь зола заявлена как 0,48. То есть, я допускаю, что так и есть. Возможно, какими-то компонентами другими там замещены теми же эстерами ZDDP. Так, 0,48 намерил прибор, но учитывая то, что здесь эстеры, в общем-то, есть занижение, поэтому 0,6,7 я выставил и вот здесь я немножко уперся. Сначала хотел поставить 1,6, но, в общем-то, и поставил, но потом подкорректировал до 1,82. Все-таки эстеров достаточно много и думаю, что вряд ли такое. Так, все сохранил и можно проверять. Так, смотрите, 144 сила, пробег 58 тысяч, 3,500 на масле, 175 моточасов, средняя скорость 20, расход 11,3,9 объем масляной системы. Противоизносный присадок 77 процентов. Так, у нас здесь гликоля 0,3. Ну, это, скорее всего, топливо, которое в Казахстане продают. Я думаю, там может быть какие-нибудь китайские присадки, которые дают вот такой результат. Ну, вот мне кажется, по крайней мере, сажи 0,04 процента, в принципе, такой, ну, средний уровень, скажем так. Не криминальный, но и есть сажа. Так, кислотная 2,55 и щелочная 4,5. Ну, масло само по себе, там небольшой у него запас по разнице между кислотным и щелочным, поэтому, в общем-то, вот так более-менее, я бы сказал. Ну, оно еще пока живое, но, в принципе, и пробег там, 3,500 всего. Так, следующий образец, это уже с пробегом 4,700 километров, 235 моточасов. Да, кстати, я уточнял, владелец сказал, что между вот этими, между 3,500 и 4,500 была поездка по трассе. Вот, то есть это теоретически может повлиять. И смотрите, здесь 84 процента, 82 процента противоизносных присадок, то есть плюс 5. Возможно, как раз вот именно при поездке по трассе попало туда побольше. Опять же, нарастает гликоль 0,6, нитрование здесь уже достигло уровня предупреждения, но только-только. Так, сажи здесь 0,03, там 4, но, в принципе, это уже может быть погрешность, граничные значения. Подросло еще кислотное 2,7 и, естественно, прибилось чуть-чуть щелочное 3,8. Да, запасов все меньше, но, тем не менее, масло еще, как бы, в принципе, живое. Так, и давайте посмотрим. В прошлом образце на тотале был тоталь из этой машины, и там было загущение. В общем-то, мотор свежий, но загущение масла было. Сейчас я покажу вам сравнение. Первый образец 3,500 я не... ну, я его сравнил, но не стал сюда включать. Смысл, значит, растягивать видео. Скажу лишь, что разница между образцами 2% от максимального. То есть, да, есть загущение, есть на этом загущение, на первом образце чуть меньше загущения, но на 2%. Ну, это, в общем-то, и объяснимо. Со временем, значит, загущается, значит, механики от дилера сказали, что это такие настройки мотора. У него два термостата из экологических соображений, типа, сделан так, чтобы поддерживать высокую рабочую температуру. Но здесь, мне кажется, все-таки топливо еще добавляет. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, нажимайте колокольчик. И вот, посмотрите, два результата, которые получились. Первый образец 3,500, это слева у нас прогноз 290 моточасов, 5800 километров. Вот второй прогноз после поездки по трассе, ну, 1200 километров и поездка по трассе, 700 по-моему, 300 моточасов. В принципе, значения близки очень. Вот, вот такой результат. Ну, по загущению, что можно сказать? Это, конечно, здесь переката никакого нету. Да, однозначно, это работа мотора. Ну, и видно, что, я думаю, что это все-таки топливо, какие-то присадки, какие-то пакеты, может быть, какие-то китайские используются, или там какой-то спирт добавляется, который дает, кстати, я добавлял в пробу масляную спиртовую смесь, и она как раз дает подскок по гликолю. Здесь, возможно, тоже какая-то своя технология изготовления топлива, вот еще добавляют такое, вот, и, возможно, даже это повышает температуру в камере сгорания, какие-то спирты там у них, может быть, процесс сгорения там повышен, ну, такое, в принципе, с мотором, по идее, ничего не должно быть, но, тем не менее, вот, загущение налицо, причем всегда, во всех образцах, 92-й, кстати, бензин, да, используется, вот. Сложно здесь судить, что в этой ситуации, там, попадание гликолия, можно исключить, я думаю, что все-таки это топливо. Ну, и так, процесс сгорания нормальный, 0,3-0,4 пассажи, это не сильно, ну, и ресурс по маслу, я думаю, что в идеальных условиях, конечно, оно, наверное, чуть получше могло отработать, хотя для C4, в общем-то, и неплохо, 300 моточасов плюс-минус, я думаю, нормальный результат. Вот такой получился тест, благодарю ребят из Казахстана, из Оренбурга за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, увидимся в следующих видео, да, конечно, всем мира, пока! Пока!